Привет! Вы наверное слышали, что Севастополь называют городом русской славы. Этот бородатый миф настолько въелся в умы россиян, что и каленым железом его оттуда не вытравить. Да что там россияне, если даже многие граждане бывших советских республик продолжают верить в эту сказку, особенно те, кто ходил в школу еще при СССР. И это при том, что неприступность Севастополя существует только лишь в воображении российских ура-патриотов, а в реальности город брал каждый, кто этого хотел. Героическая оборона Севастополя и слава русского оружия – это настолько пустые слова, что удивительно святая вера огромного количества россиян в откровенную историческую ложь. А ведь даже в школьных учебниках прямо написано, кто побеждал в канонических битвах за Севастополь. Ни разу не русские. Давайте уже поставим точку в этом вопросе, раз и навсегда развенчав миф про город русской славы – Севастополь. Но вначале попрошу вас подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать регулярные разоблачения российского исторического вранья. Также будем признательны вашей поддержке канала на платформе Патреон. Это помогает развитию проекта. Из всех подобных мифов о славном прошлом великого русского народа этот один из самых известных. Более того, миф о Севастополе как городе русской славы в русском общественном сознании является наиболее важным аргументом в пользу поддержки аннексии Крыма в 2014. Этот миф крупными суровыми белыми нитками прочно вшит в российскую концепцию так называемой Великой Отечественной войны. Оборона Севастополя в представлении большинства россиян неотделима от битв за Москву, Ленинград, Сталинград и Курск. Парадокс истории Севастополя в том, что его так называемая воинская слава, воспылавшая еще в середине 19 века в одни так называемой героической первой обороны города, багровым цветом осветила ужасающий позор замшелой России, начисто проигравшей ту Крымскую войну и утратившей Севастополь. Но любое поражение всегда вызывает к жизни механизмы компенсации, которые позволяют побежденным легче справиться с полученной психотравмой. Потеря Севастополя в результате англо-французского штурма в сентябре 1855 года не стала исключением. В конечном итоге лучшей терапией стала героизация процесса обороны, вне зависимости от итогового результата. Первооткрывателем этого метода можно считать декабриста и путешественника Михаила Бестужева. Его можно назвать полноправным крестным отцом зарождения мифа о русской славе Севастополя. 1 января 1856 года Бестужев написал такие строки. «Севастополь пал, но с такою славой, что каждый русский, а в особенности моряк, должен гордиться падением, которое стоит блестящих побед». После этого общим трендом стало связывать в одном предложении слова «Севастополь», «слава», «русский» и «моряк». Любопытно, что в ленинское время миф был позабыт, а памятник Нахимову в Севастополе разрушен. Но к началу зимней войны с Финляндией вновь оказался востребован. При Сталине вообще было создано немало исторических мифов. Например, миф об Александре Невском, являющемся по сути предателем и палачом Руси, ставшим с легкой руки сталинских киноделов защитником земли русской. Ролик о Невском смотрите на нашем канале, ссылка в описании. Во время Советско-финской войны память о героизме защитников Севастополя использовалась и для поднятия боевого духа солдат, и для объяснения советским гражданам якобы традиционной враждебной позиции Англии и Франции. Осада Севастополя, Вермахтам в 1941-1942 годах и послевоенный вал мемуаров и художественных произведений сделали возрождение мифа о городе делом решенным. Уже в 1946 году в экономико-географическом очерке СССР писалось, что Севастополь – база Черноморского флота, город русской славы. Цитата из труда известного советского историка Тарли. «Оборона Севастополя является изумительной летописью о патриотизме, самоотверженности военных качеств и доблести русского народа. Только русский моряк и русский солдат могли создать такую поразительную историческую драму, написанную русской кровью». В новейшей российской публицистике этот эпитет также в ходу – писанина-путиниста Старикова. Звание города русской славы просто так не дается. Севастополь получил его не за красивое имя, которое подарила ему Екатерина Великая, и не за прекрасный вид на морские волны. Это звание окроплено кровью русских солдат и моряков, и ни на одной войне. Было бы даже странно, если бы это словосочетание «город русской славы» не использовалось и в наши дни. В «Крымской речи» 2014 года бункерный фюрер Путин сказал… «Крым – это Севастополь, город-легенда, город-великой судьбы, город-крепость и родина русского черноморского военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов-Курган и Сахун-гора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы русской воинской славы и невиданной доблести». После этого статус Севастополя как города русской славы стали использовать в качестве одного из важнейших оправданий аннексии Крыма. Но в наиболее полном виде миф о Севастополе как городе русской славы раскрыт, как и следовало ожидать, в его официальном гимне. Песня «Легендарный Севастополь» была специально написана к столетию начала первой обороны города и десятилетию изгнания из него нацистских оккупантов. Впервые она была публично исполнена 25 июля 1954 года ансамблем песни и пляски Черноморского флота, а ровно через 40 лет, 29 июля 1994, утверждена в статусе городского гимна. Вся песня представляет собой краткое описание истории города и практически в каждом куплете есть какая-нибудь изюминка. Сначала деды воевали. Знакомо, не правда ли? О временах первого поколения Крыма в 1783 году. Воевали наши деды, и кольца верили в боях. Затем бой святой и правый. Прямая цитата из революционной песни 1905 года «Варшавянка. Отсылка к установлению советской власти в Крыму». Следующий куплет. Здесь вместе с историческими черными бушлатами, то есть морской пехотой, легенда о пяти черноморцах, якобы пошедших на танки с гранатой под Дуванкоем 7 ноября 1941 года. Этот миф, кстати, сконструирован по лекалам мифа о 28 панфиловцах, который мы уже разбирали на нашем канале. Я оставлю ссылку в описании. Ну и как же в конце без врагов из-за океана, актуальных для севастопольцев и в 1954 году, и сейчас? Но особенно замечателен припев, потому что в нем ярко раскрыты обе составляющие части мифа о городе русской славы. Севастополь 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 Во-первых, неприступен для врагов, а во-вторых, гордость русских моряков. И вот далее мы попытаемся понять, так ли уж был неприступен этот город, и одним ли лишь русским принадлежит вот эта вот знаменитая гордость. Фраза о неприступности Севастополя настолько глубоко укоренилась в подкорке подавляющего большинства россиян и даже украинцев, что знакомство с исторической реальностью многих повергает в шок. Между тем, изложенные ниже факты знакомы абсолютно любому школьнику. Во-первых, за все время существования Севастополь пережил не две осады, а пять. Поэтому пафосные медали за третью оборону Севастополя, выданные в 2014 году, выглядят на грудях крымчан самым нелепым образом. Среди этих осад две действительно отличались интенсивностью и продолжительностью боевых действий, поэтому их можно именовать большими. Сведения о них легко найти в каждом учебнике истории. Это осада Севастополя в 1854-1855 году во время Крымской войны и осада в 1941-1942 во время Второй мировой. Кроме того, город пережил еще три малые осады, которые не попали в канон и не стали частью мифа о городе русской славы. Что это были за осады? Осада города немецкими войсками с 24 по 28 апреля 1918 года. Защищающаяся сторона – красногвардейцы и матросы-черноморцы. Осада города рабочей крестьянской Красной Армии с 15 по 28 апреля 1919 года. Защищающаяся сторона – французы. Осада города советской армии с 16 апреля по 9-12 мая 1944 года. Защищающаяся сторона – вермахт. Как вы наверняка помните, в результате больших осад российская и советская армии уступили город врагу. В общем, во всех пяти битвах за Севастополь защищающаяся сторона не смогла его отстоять ни разу. Так что неприступность Севастополя существует только лишь в строках гимна и в воображении ура патриотов, а в реальности город брал каждый, кто этого хотел. Но, конечно же, по традиции, заложенной декабристом Михаилом Бестужевым, каждый русский, а в особенности моряк, должен гордиться падением, которое стоит блестящих побед. Ситуация со славой защитников Севастополя во Второй мировой выглядит несколько ровнее, но она подпорчена советским способом ведения войны. Если схватку за город в Крымской войне между Российской империей и Европейской коалицией в 1854-1855 годах можно считать условно рыцарской, насколько это вообще допустимо для XIX века, то в 1941-1942 годах все было совсем по-другому. Ни у кого нет претензий к советским солдатам и матросам, исполнившим свой долг до конца. А вот к военному и политическому руководству претензий накопилось немало. Только типично коммунистическим, безжалостным отношением к бойцам как к расходному материалу можно объяснить то, что на протяжении всей битвы за Севастополь Черноморский флот больше отсиживался по Кавказским портам, нежели поддерживал защитников города корабельным огнем. И то, что в 1942 году эвакуировалось из обреченного Севастополя только высшее командование и партийные архивы, а рядовых защитников бросили на произвол судьбы. Кстати, в отличие от СССР в 1942-1944, Вермахт эвакуировал всех своих солдат с побережья до последнего. В результате подлинная история Севастополя в 1941-1942 годах тщательно замалчивалась и фальсифицировалась. Взамен советских граждан кормили ударными дозами пропаганды и вымышленными подвигами. Ну и наконец, если уже говорить языком мифа, уместно ли упоминать Севастополь в контексте двух больших оборон как город исключительно русской славы, как любят говорить об этом ура-патриоты? Любому разумному человеку ясно, что нет. Поскольку Российская империя и Советский Союз были официально многоэтничными государствами, то и воинская слава Севастополя принадлежит представителям всех народов, принимавших участие в его защите. Опять же, это если здраво рассуждать в парадигме этого мифа. Поясню на примере украинцев. В середине XIX века их доля в составе населения империи превышала 17%, и это не считая черноморских казаков. Но поскольку в тогдашней России не призывались на службу целые народы Кавказа и Средней Азии, то совокупная доля восточных славян в армии, 86%, была больше их суммарной доли среди населения, 67%. Несложная пропорция показывает нам, что солдат-украинцев было почти 22%, то есть чуть ли не четверть, и это только в пехоте. С 1853 года рекрутов Черноморского флота набирали преимущественно из населения Таврической, Херсонской и Екатеринославской губерний, так что к моменту осады Севастополя минимум треть матросов были украинцами. Составляли украинцы и выходцы из украинских земель в целом большинство в народном ополчении, как, впрочем, и в Черноморском казачьем войске. Половина всех регулярных кавалерийских полков российской армии комплектовалась на украинских землях. В общем и целом от 25 до 40% защитников Севастополя в 1854-1855 годах составляли уроженцы Украины. По сути, Россия воевала украинцами, закидывая их в топку войны, беззастенчиво используя, как они говорят, братский народ в качестве пушечного мяса. Угробили уйму украинцев, а пропагандистскую свою славу приписали русским. За каждым кровавым побоищем закрепляются свои символы. Для обороны 1854-1855 годов это два имени, олицетворяющие два полюса и двуединство характера Севастопольской страды. Руководитель обороны дворянин-адмирал Нахимов и простой матрос-лазутчик Петр Кошка. И оба этих человека украинцы. Дворянский род Нахимовых ведет свое происхождение от Мануила Тимофеевича Нахименко, сотника Ахтырского слободского украинского казачьего полка, чьи предки веками жили в Полтаве. Будущий адмирал приходился сотнику правнукам. Эту родословную обнаружил в свое время знаменитый российский историк, геральдист и гениалок начала 20-го столетия Вадим Мадзалевский. Петр Маркович Кошка родился в селе Аметинцы, что под нынешней Винницей, в семье украинского крепостного крестьянина. Кошка был отчаянным смельчаком, разведчиком 19-го флотского экипажа, легендой города так называемой русской славы. По национальному составу похожая ситуация наблюдалась и в 1941-1942 годах. Как и в 1854-1855, только не более половины защитников Севастополя была русскими. А минимум каждый четвертый, а то и третий, был родом из Украины. Вот такой он город русской славы. А в итоге не особо русской и совсем не славы, а скорее скорби и трагедии. Действительно, было бы логичнее назвать Севастополь городом многонациональной скорби и российского имперского позора. Должен сказать, что перечисленное – это никакой не секрет, ни тайна и ни выдумка. Любой, кто имеет больше одной извилины, может сформировать собственный взгляд на историю своей страны, пользуясь открытыми и даже официальными и даже российскими источниками. Нам ведь кажется, что от россиян скрывают правду. Нет, они просто почему-то не хотят ее знать. А тема Севастополя действительно интересна и весьма обширна. Но самое основное тезисно уже прозвучало. Если ты адекватен, то сможешь пробиться сквозь туман пропаганды и у тебя уже не возникнет соблазна говорить и думать о Севастополе, как о городе русской славы и его героической обороне. А если хочешь еще больше разоблачений мифов, не забудь подписаться на нас в Ютубе и других соцсетях. Ссылки на интересные ролики и наши страницы смотри в описании к видео. Спасибо за внимание. Всем украинцам скорейшей победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова